Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Я вчера прилетел. Вчера прилетел с самолета. Слушай, как тебе тяжело? У тебя же какое-то перестроение все равно погодное идет, да, там акклиматизация. Нет, практически нет. А там так же? Конечно, точно так же на час время разница. А вот я всегда думала, что там как-то потеплее. Нет, вообще Рига находится немного севернее даже, чем Москва, и поскольку это Балтика, там даже влажность выше и попрохладнее. Ну, у меня просто по географии два было, поэтому мне можно. Мне, в принципе, все зрители и слушатели прощают. Друзья, у нас в этом часе будет интересная премьера, так что оставайтесь в компании Страна ФМ. Если у вас есть вопросы Дмитрию, тогда оставляйте их в контакте телерадиоканала Страна ФМ. Мы вопросы будем в течение часа задавать. Что касается премьеры, у нас будет клип, будет песня. «Жизнь в рассеянном свете». Да, да. Такое поэтичное название, оно даже чем-то похоже на название голливудского фильма, но там как... Ну, вообще, это цитата, непосредственно эта строчка, это цитата из великого поэта Иосифа Бродского. Это и послужило неким импульсом к написанию этой песни. Я некоторое время очень изучал поэзию этого прекрасного поэта. И именно эта фраза, она осталась как-то в сознании и послужила импульсом для написания песни. А Бродский близок к тебе, да? Потому что у него тоже была такая история, что он жил в другой стране, но любил Россию. Ну, вообще, как это ни парадоксально, все лучшие произведения наших русских классиков созданы не в России, а можно тосковать по России. Откуда-то, например, как Горький с островов итальянских или как Гоголь из Рима писал и так далее. Я бы не ставил себя пока что в один ряд, история покажет. Где написал вообще это произведение, как получилось так? Честно говоря, уже так вот сложно сказать именно, где место это было. Но пишется, как правило, хорошие вещи пишутся легко, и это должно быть как выдох. То есть если песни или мелодии или стихи, они как-то вымучиваются, лучше это отложить. Ну, это у меня такая практика. То есть я стараюсь не писать от ума, потому что это всегда немножко такое мертворожденное. А все, что легко выливается в пространство, оно потом как-то вибрирует и созвучно людям. Вот, вибрирует слово, какое хорошее, прям вот оно про поэзию. Ты мне скажи, ты вот в этой песне выступил как композитор и как автор слов? Да. А жена твоя в этом процессе вдохновляла тебя всячески? Конечно. Песня посвящена жене. И жена там тоже как-то, ну я тебя пододвигаю к тому, чтобы ты сказал, что это у вас семейное практически творчество. Нет, ну у нас вообще творчество семейное, поскольку мы друг друга поддерживаем уже много лет в этом году. Мы вместе 15 лет. Смотри, не ошибись, тебе домой. Подожди, а какая это считается свадьба, вот 15 лет? Я не специалист, честно скажу. По-моему, там розы дарят, по-моему. Ну ладно, да. Ну это всегда вообще лучше. Ну приходи с розами, не прогадаешься. Это вообще к женщинам можно всегда, даже не в день свадьбы. Мы вообще, у нас тандем. Моя жена Екатерина Ланская, она режиссер. Она много лет работала на телевидении и в компании Ароса Угеряковича Крутого. Мы вместе снимали сериал, я выступал как продюсер, она как режиссер. И, как правило, мои видеоклипы, мои музыки снимает она. Но вот если говорить непосредственно о этом произведении, о жизни в рассеянном свете, мы решили немножко проэкспериментировать. Поскольку Катя выступила в роли танцовщицы, очень долго к этому готовилась. Она в юности занималась хореографией, у нее оба родителя бредмейстера. Папа бредмейстер. Да, да, да. И все это, она к этому серьезно относится. Она полгода готовилась к этому ролику. И мы решили, чтобы был свежий взгляд. Мы пригласили молодого рижского латвийского режиссера Руслана Фрадкина и очень талантливого оператора Яниса Андреева, известного по работам с «Брейнсторм» и так далее. И получился такой очень интересный союз творческих людей. И над песней, песню я эту делал тоже года полтора. То есть у нас было там вариантов, наверное, ну, три точно аранжировки. И в итоге аранжировку сделал Дмитрий Емельянов. Это очень талантливый российский композитор. Гитарист, музыкант, известный по работе «Зимфиры» из группы «Обе-две». Доруливали мы все это с Геннадием Лагутиным. Это мой очень близкий товарищ, музыкальный продюсер и основатель группы «Гуру-групп фоундейшн». Сводили мы все это вместе с Ильей Лукашевым. Это термейтс. Илья Лукашев — это один из лидеров российского звукорежиссерского движения. Какие имена звучат, а какие названия! Да, и это такой долгожданный ребенок был для меня. И мы очень много в это вложили. И очень много просмотров уже. Ну, вот. Ну, ты же понимаешь, да, мы, чтобы создать интригу, сейчас прям сразу так и не покажем. Нет, мы сначала поговорим, поговорим, а потом... А пока Бьянка за тебя будет отдуваться в эфире, споет свою песню, между прочим, тоже новинка недавно у нее появилась. Четверг, а сегодня, друзья, у нас уже пятница, с чем мы вас всех и поздравляем. Друзья, Дмитрий Ланской в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». До конца часа у нас будет премьера клипа. Оставайтесь в компании «Страны.ФМ». Не переключайтесь. Ну, кроме того, мы расспросим Диму о том, о сём. О том, о сём. Вот я хотела тебя спросить. То есть обычно Катя, да, жена твоя супруга, снимала для тебя все клипы. А тут она подвинулась, пришел хороший именитый режиссер. А не было у нее такого, что она практически уже подбегает к камере, а потом вот закусывает руки, говорит, нет-нет, конечно, я не буду вас поправлять. Соперничество какое-то было профессиональное? Конечно, конечно. Поскольку и я, и Катя, мы достаточно близки к кинопроцессу, у нас большой опыт. Когда ты кому-то делегируешь полномочия режиссера, это всегда нужно себя бить по рукам, потому что в процессе все хочется изменить, все поправить, сделать по-своему. Но тогда возникает вопрос, зачем тогда мы пригласили режиссера. Да, именно этого режиссера. Для того, чтобы он дал свой взгляд. И поэтому вот и я, и Катя, мы по возможности на площадке доверились. И, ну, судя по результату, не зря. Потому что это новый взгляд. Потому что, как, например, я могу сделать, или как плюс-минус может сделать Катя, мы уже знаем. То есть, и было интересно именно проэкспериментировать с новой командой и воплотить новое видение. Так, а вот по поводу самого видения, сценарий клипа кто предложил? Сценарий. Изначально идея принадлежала Кате, моей жене, и она предложила это Руслану Фрадкину, режиссеру. И они совместно его написали и потихонечку воплотили. Когда они мне первый раз его принесли, я сказал, что это очень круто, но это стоит очень дорого. Да, да. И совместно, непосредственно с Янисом Андреевым, с оператором, мы придумали некую технологию съемки на две камеры. То есть, одну премиальную мы снимали на Алексу, на кинооптику и так далее. А именно воспоминания и все флешбеки мы снимали на фотоаппарат, на Sony Alpha 7. И за счет этого есть такой некие две параллельные реальности, которые мы совместили. Все равно у меня есть такое ощущение, что над этим клипом работало сразу три режиссера, потому что такой многогранный подход. Нет, ну вообще сейчас, если говорить, кино уже давно продюсерское. И это совершенно нормально, когда есть контроль творческий с разных сторон, но все-таки видение должно выражаться одно. То есть, и все остальные должны ему помогать. Ну, я вот все, Рома, извини, когда приходят мужчины, я вот меня не остановить. А я даже вообще просто наблюдаю за процессом. Улыбайся, да, я стараюсь. Давай немножко похвастаем, да, вот ты как продюсер, за какие проекты ты несешь ответственность и гордость? Ну, гордость, это так, это пусть люди решают, но ответственность, это практически многие проекты телеканала ТНТ, именно развлекательные. Это физрук, Ольга, реальные пацаны, конная полиция. Пацанки? Адаптация, нет, пацанки, это пятница, это не мое. А не вы? Нет, 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 ни в коем случае. Это реалити-шоу, очень хорошее, но мы именно, я работаю в компании Good Story Media, и мы производим именно сериалы игровые. Ну смотри, ты и продюсер, и композитор, давай тоже уточним. У меня вот, например, могу похвастаться, кроме сериалов, еще полных метров уже достаточно немало. В прошлом году вышел фильм «Я худею», где я был музыкальным продюсером и композитором. О, я посмотрела этот фильм ровно неделю назад, я в восторге, между прочим. Я всем пришла и говорила, ребята. Да, Саша Бортич прекрасно, прекрасно вообще поработала, и Алексей Нужный, и прекрасный режиссер, с кем мы продолжаем сотрудничать. Буквально 14 февраля вот выйдет скоро фильм «Громкая связь» с «Квартетом мы», где я композитор и музыкальный продюсер. Сегодня премьера в афимоле фильма «Как я стал русским», где я музыкальный продюсер. Чуть-чуть подробнее о нем. Большой интересный проект. Был такой сериал на СТС, а сделали как сиквел. Это совместно китайский, российский проект, очень объемный. Всем рекомендую посмотреть, потому что действительно хорошая, добрая комедия. Про то, как девушка из России с папой таким строгим, у которого есть некое... Отошел отдел, но у него есть небольшое, заработанное уже долгими годами имение в лесу. Ей скучно, она путешествует, и у нее случается лавстори в Шанхае, в Китае. И после этого она возвращается в Москву и об этом забывает. А ее приятель китайцев влюбился в нее, выучил русский, приехал за ней в Москву и предложил руку и сердце. Она говорит, вообще не проблема, тогда пойдем знакомиться с моим папой. А папой играет замечательный актер Хаев, и там такая битва титанов, потому что он проверяет... На прочность. Да, на прочность это сначала все, что классические русские вещи. Это сначала напитки, потом баня, потом прорубь, потом охота, на медведя, схватка с медведем. И там много-много всяких ситуаций. Ты очень хороший актерский состав, и вот буквально сегодня премьера. Я с удовольствием и сам посмотрю, и рекомендую. То есть ты сам еще не видел готовую картину? Я видел, но просто я вижу очень-очень много драфтов, и как бы драфтов сведений, и все это когда... Ну просто когда ты смотришь в кинотеатре... Как зритель уже... Ощущение другое, да, конечно. Вот, 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 совершенно, когда в кинотеатре ты уже воспринимаешь иначе. Это даже вот программа, даже вот здесь мы с тобой смотрим сюда, мы себя в одном виде видимо, а в записном вот смотрим себя по телевизору. А, ты смотришь, да, наши записные? Конечно, конечно, я смотрю, записываю на телефон, рассылаю коллегам, друзьям, бывшим одноклассникам, говорю, жизнь моя удалась. С вашего позволения, продолжу хвастаться. 13 февраля выйдет фильм «Любовницы», замечательный режиссер Елены Хазановой, в главных ролях Саша Бортич, Александрова и Паулина Андреева. Это фильм про девушек-мстительниц, которые мстят неверным мужьям, которые их обманывают. Ну за правой темы. Женатым любовником. Да, точно, женатым любовником. Я не знал, как это правильно сказать. Очень тоже веселая такая девичья, женская комедия. Тоже рекомендую всем посмотреть. Ты там выступил продюсером и композитором? Нет, музыкальным продюсером. Там замечательный композитор и всем любимая Диана Арбенина. Я с ней не смог в этом случае соперничать. Все-таки величина. И четвертая премьера выйдет на ТНТ-премьер. Это фильм «На край света». Тоже с околокитайской тематикой. Про любовь на Дальнем Востоке тоже всем рекомендую посмотреть. А давай еще про «Золотого орла» похвастай. Ну про «Золотого орла» это он уже прошел. К сожалению, он пролетел в этот раз мимо. Но даже номинация в «Лонглист» как раз непосредственно за фильм «Я худею» очень значимо и приятно для меня, потому что это одно из первых таких признаний по работе в полных метрах. Потому что до этого было огромное количество всяких премий «Апкит» и премий «Тэфи» за «Физрука», за «Ольгу» и так далее. Но это все сериальная история. А что касается полнометражного кино, это уже такая взрослая, совсем весомая история. И это для меня такой первый сигнал, что стоит развиваться и двигаться дальше. Джим, как развивается твоя актерская карьера? Вот мы же говорим про кино. Одна роль Андрея. Да, это очень громко сказано. Ну, все-таки. Ты же там близко. Я близко, но это вот и очень далеко. Потому что все-таки актерство — это профессия, я к этому отношусь очень серьезно. И моя роль Андрея в сериале «Сладкая жизнь», где я выступал и запускающим продюсером, музыкальным продюсером, она только потому, что актер, который снимался в «Пилоте», в какой-то момент попросил очень много денег. И исполнительный продюсер попросил просто меня это сделать. На полставочки. И потом как-то в это заигрались. Во втором сезоне я появляюсь в эпизоде. Это больше такая эпизодическая история. Это, кстати, снимал замечательный режиссер Андрей Женковский, с кем мы очень тоже дружим и работаем. Вот недавно мы сделали фильм такой с Паулиной Андреевой в главной роли «Лучше, чем люди». Когда роботы там играли. Да, это пока что единственный фильм, который полноценно приобрел Netflix и будет переводить на 25 языков. Дублировать, то есть там вот, да. Да, именно дублировать. И это первый российский такой фильм, это тоже очень радостно. Слушай, ну играешь-то, ты все равно хорошо, ты же артист, ты прям перевоплощаешься. Ну мы же клипы смотрим. Нет, клипы это одно. То есть все-таки я очень четко разделяю эти вещи, поскольку музыкальное образование у меня есть, актерское образование у меня есть, школа-студия МХАТ, именно курсы. Но для того, чтобы быть полноценно актером и перевоплощаться, это нужно отдавать все время. Я это прекрасно понимаю. А у тебя продюсирование? Я в голове больше музыкант и продюсер, и актерская деятельность может быть впереди. Может быть, может быть, не нужно отказываться. Надо как-то вызреть еще внутренне. И все, и как Харистофор. Пока Дима зреет, давайте сделаем небольшую паузу. У нас еще время есть, потом вернемся. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дамы и господа, Дмитрий Иландский по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Мы совсем скоро посмотрим согревающий, очень жаркий, очень красивый клип. И будем говорить про лето, лето далеко еще, но у нас уже в эфире будет. Но уже мы точно знаем, что в этом клипе отразится вся семья нашего гостя, Дмитрия Ланского. Скажи, пожалуйста, то, что ты с женой работаешь постоянно в тесной связке, это мы уже поняли. А там вот еще и детей ты задействовал. Да, конечно. Я постепенно ращу себе смену. Детский труд задействую. Детский труд. У меня уже старшая дочь лауреат международных конкурсов. Она арфистка. Она прям делает успехи. Она несколько раз выигрывала конкурс Казинника. А младший пока поступил на маримбу, на ударное. То есть у меня все... Ничему, кроме как музыки, я научить не могу. Скажи, у Софии сколько лет сейчас? Десять. Платону? Восемь. Восемь. Все, большой привет. Да, и там даже наш прекрасный пес Силла, это Белая Акита, тоже клип снимался где-то в прошлом году, уже в позапрошлом. И это такой как бы теплый семейный альбом. И мы-то пригласили наших друзей, и получилось такое теплое согревающее видео. Скажи, пожалуйста, вот наши психологи, российские психологи, вещают, что нельзя постоянно мужчине быть в кругу семьи, нельзя вместе работать, потому что мужчина должен переключаться, там где-то ходить работать, потом приходить домой, чтобы у него, ну, смена декораций происходила. Не напрягает ли тебя, что ты постоянно вот в семейном кругу? У меня смена декораций происходит очень четко и даже жестковато. Я живу в графике, десять дней я работаю, и пять дней я с семьей. То есть это единственная возможность побыть в семье? Конечно, да. Да ты вахтовик, Дим. Да? Ты вахтовик. Я вахтовик, я как бы не вахтовик, я викинг. Я ухожу за добычей, как бы, и притаскиваю в зубок. Вот вам мамонт, все. Пришел. Слушайте, говорят, уже можно посмотреть. Я предлагаю сейчас посмотреть на это творение, на этот теплый семейный альбом, а потом мы уже будем задавать себе вопросы по факту. Бесконечное лето в февральском эфире. А знаешь, когда-нибудь это, о нашей любви на краю? Твоё загорелое лето догонит надежду мою. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Лучшее в стране Дмитрий Ланской по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Дорогие друзья, бесконечное лето закончилось. Ну как оно закончилось? Но впереди у нас еще один хороший клип в компании «Страна-ФМ». Ну подождите, дайте про бесконечное лето, прям сказать пару слов. Такая теплая картина, вот такое вот прям ощущение окутывающее. Получается, я даже не знаю, у тебя аудитория семейная, и молодые женщины, и женщины постарше. Мне кажется, даже мужская музыка такая. То есть ты такой широкий артист. Вы знаете, поскольку я очень давно в этом нахожусь, в разных ипостасиях, там где-то у меня активная карьера с 97-го года. Солист группы «Премьер-министр» на минутку. И я прошел столько атераций уже этого, то есть я был в продюсерском проекте, я делал то, что мне говорят, потом я пытался сделать один свой сольный проект, и у меня это, честно говоря, не очень получилось, я ушел в продюсерскую историю. И сейчас я уже как продюсер и исполнитель, я делаю то, что мне нравится, то, во что я верю. И если это находит отклик и отражение у зрителей, я очень этому рад. Рад, но я не делаю уже специально под формат, я не смотрю, что вот это вот стало там супер, сейчас популярно вошло в чарты, вот нужно сделать трек как ЛДжей. Я уже немножко не в той весовой категории, не потому что я лучше или хуже. Не надо как ЛДжей, не надо. Да, потому что он, во-первых, уже есть. Да, ну и просто не надо, я прошу тебя, ну вот просто. Слушай, ну, в конце концов, ты же не сразу понял, что у тебя гитарная музыка. Конечно, да. Я к 35 годам где-то понял, что вот я как бы очень близок, вся эта история вот а-ля русский Нэшвилл, как раз здесь это все отражено, это почти такая российская кантри-музыка. И тоже эта песня, кстати, была написана изначально для сериала «Физрук», для финала. И потом все переделали весь финал, финал стал не хэппи-эндом, а в конце третьей части «Физрук» расстается со своей возлюбленной учительницей, и там грустная песня «Падаю», которая тоже достаточно стала популярной в моем исполнении. А к этой песне мы переписали слова, и получилась такая очень теплая летняя песня. Очень хорошая песня. Ну, а сейчас, друзья, жизнь в рассеянном свете. Да, мы вплотную подошли к тому шедевру, о котором мы говорили практически целый час. Он создавался кропотливо, значит, работали над сценарием. Три режиссера репетировали бальный танец там на протяжении полгода, да? Да, полгода, да, да. И мне кажется, вот сейчас уже можно запустить. Там будет у нас небольшое вступление. Давайте будем комментировать. Давайте будем комментировать. Пожалуйста, да, если можно. Для тех, кто слушает «Страну ФМ». Это практически кино. Да, полнометражный фильм. Здесь мы воодушевлялись фильмом «Бёрдман», вот именно входом в театр. Какой у тебя прекрасный вкус на фильм, а? Ну, и поступка. И задать вот эту театральную атмосферу для нас было очень важно. Катя опаздывает, да? Да-да-да, на репетицию. Все на сцене, ждут её. Катя в прекрасной форме. Театр, как раз, в котором всё это снимали, мы смотрим. Ну, затаив дыхание, приступим. Погружение Погружение Внутрь себя Отражение Отражение Исследую я Пробуждение От похмельного сна Иллюзорного мира Где все образы Просто вода Словно вода Стоп! Ты Ещё раз С третьей восьмёрки Жизнь в рассеянном свете На забытой планете И ни кто не в ответе Только рядом с тобой Жизнь в рассеянном свете И никто не в ответе Мы, как малые дети, по дороге домой. Притяжение, притяжение манит меня. Вся в движении, увитающая красота. Отрываюсь и вдаль от земли. Растворяю в темне, без остатков, все ночи и дни, ночи и дни. Жизнь в рассеянном свете, на забытой планете. Сон длиною в столетие, только рядом с тобой. Жизнь в рассеянном свете, и никто не в ответе. Мы, как малые дети, по дороге домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 По дороге домой Некое ее воображение героини Некая иллюзия, которую она представляет В тот момент, когда к ней подходит хореограф-танцовщик И вызывает ее И в этот момент, какое решение она примет Быть с ним, поддаться этому желанию первому Или отказаться И каждый раз мы стоим, каждое мгновение Мы стоим перед этим выбором Каждый свой дописывает А вот ты знаешь, как все великие произведения У него два прочтения Я совершенно иначе поняла Я думала просто, что они были вместе когда-то И вот сейчас она вспоминает, как это было А вот непонятно, как будет дальше Так тоже может быть Там фотографии, кстати, вот они дают основания тебе так полагать Расскажи мне, Дима, как ты держался? Не было ли у тебя приступа ревности Когда твоя супруга танцевала с другим мужчиной? Ну, если сказать честно, то, конечно, был Потому что в мозгу ты можешь от этого абстрагироваться И у нас есть такой опыт, когда Катя, например, в другом ролике снимала меня с Лукери Ильяшенко, с актрисой И там у нас разыгрывается любовная связь И она тебе кричит «Целуйся!» Да, и она мне кричит как режиссер И здесь я с другой стороны был уже И на себе все ощутил Но в отношениях главное доверие Если нет доверия, то все бессмысленно Слушайте, я еще вот что думаю про другого-то мужчину Надо тоже сказать, что это известный латвийский танцовщик, хореограф Многократный чемпион Латвии Призер чемпионата Европы по бальным танцам Вячеслав Вишняков Непростой другому мужчину Это для нас большая радость была То, что он согласился в этом участвовать И насколько я знаю, он доволен результатом Я правильно понимаю, что все, к чему ты прикасаешься Становится лучшим из лучших И ты объединяешь лучших из лучших людей Ты как-то вот, я не знаю, копаешься во всех базах Или ты просто их притягиваешь как-то энергетически Ну это так громко сказано Но я просто делаю, что могу Я люблю красивое И пытаюсь Я как бы поклоняюсь красоте Значит, поклоняется не только красоте в киноискусстве В искусстве музыки Но еще и в мире спорта Фанаты регби говорят сейчас Скоро будет что-то Расскажи, пожалуйста Да, буквально на днях Я получил предложение от своего старого товарища Диджей Смэша, от Андрея И федерация регби записывает гимн И меня пригласили как голос Круто Да, и мы совместно записали гимн И я надеюсь, что в скором будущем Все фанаты регби и спорта его услышат Ты знаешь, Дим, времени остается у нас не очень много Я хочу, чтобы все люди, которые сегодня получили Такой же восторг от этого интервью Ну не потому, что я его вела, конечно А потому, что ты был великолепен Скажи свой инстаграм Куда надо подписываться, чтобы быть в курсе всего Все очень просто Ланско и Мьюзик Подписывайтесь И с марта месяца в этом году Группа Ланско-НКО активизирует свою концертную деятельность Так что следите за анонсами Будет много с начала клубных выступлений Я надеюсь, что осенью будет большой концерт В 17-м году у тебя был альбом А следующий альбом когда? В этом будет? В 19-м успеешь? Я думаю, что да То есть вот этот год Если прошлый год больше был посвящен именно кино Как я анонсировал уже Что в этом году эти фильмы все выходят То этот год я хочу посвятить больше именно о творческой деятельности Работы в студии И работы над альбомом Ну, сам понимаешь, с новым альбомом Мы ждем тебя сюда Обязательно У нас в гостях был, друзья, российский музыкант Певец, композитор, продюсер, режиссер, актер Просто великолепный человек Дмитрий Иландской Спасибо большое, что пришел Спасибо, спасибо большое, что пригласили До новых встреч До новых встреч Пока Лучшее в стране